Дмитрий Львович, еще один сюжет, который, я думаю, нам обязательно нужно с вами разобрать. Сын основателя Хамас выступил в ООН на показе документального фильма о рейде террористов в Израиль. Речь про Мусаба Хасана Юсефа, который много лет работал на израильские спецслужбы и был, по факту, одним из самых известных и самых крупных противников группировки своего отца. Я тут подумала, как так получилось, что среди многочисленных детей Путина не нашлось такого же по смелости и по адекватности человека, который мог бы быть российским Мусабом Хасаном Юсефом. Такое вообще возможно, как вам кажется? Я извини, но это тоже долгий экскурс, серьезный, но уж простите, я сегодня говорили. Проблема в том, что три откровения Роулинг, три главных вклада Роулинг в евангельский миф заключаются в том, что, а, зло собралось и предъявило себя, а сатана упоминается в Евангелии всего два раза, а здесь он появился и стал активным действующим лицом, он собрал себя. Второе, да, действительно, мир уявлен в 20-21 веках, лик абсолютного зла. До этого он как-то, в общем, эпизодически появлялся, стесняясь. Второе, безусловное, Дамблдор умер, но Дамблдор с нами, да, Бог умер, но Бог никуда не делся. Это тоже очень важное откровение Роулинг. И третье, война не выигрывается без двойного агента. Человечество давно идет по линии оправдания Иуды, но потому что оно все время себе пытается доказать, что у Иуды был замысел, миссия Иуда зачем-то был нужен. А это попытка самооправдаться. Но то, что появляется снайп, это очень принципиальная вещь. Без двойного агента война добра со злом выиграна быть не может, по крайней мере, в нынешних условиях. Это уже дело социологов и философов объяснить, почему без двойного агента не выигрывается эта игра. Наверное, потому что настоящий гражданин будущего, здесь я согласен с Арестовичем, это всегда перебежчик. То есть это человек, который попробовал так и решил сяк. Это человек, который сломал себя, который внутри себя, понимаете, победил пожирателей смерти и перешел к ордену Феникса. Кстати говоря, и в России в большинстве случаев у истоков любого культурного ренессанса стоят условно передумавший варяк и передумавший хазар. Ну, скажем, передумавший борец самодержавим Достоевский и передумавший аристократ и монархист Толстой. Пока человек внутренне не сломал себя, пока он не превратился в Шноудена, пока он не попробовал прелести родного тоталитаризма и не перешел на другую сторону, о нем, как и сформировавшейся личности, говорить нельзя. Понимаете, любой, кто родился, предал мать, потому что он покинул утробу. Кстати говоря, многие тоталитарные матери до сих пор не могут с этим смириться. Вот только что этот ребенок был ее частью, и вот он действует самостоятельно. Замечательный тезис Арестовича, который я не устаю повторять, всякий модернист всегда предатель, и всякий реформатор всегда предатель своего класса. Это же, понимаете, в России любую эволюцию, любое прозрение называют предательством. Но пока сын лидера Хамаса не прозреет, пока наследник Тути не встанет на сторону Суока Тибула, пока граф Мишенко не встанет на сторону Чаполина, пока наследник престола не перейдет на сторону восставшего народа, революция не совершится, потому что революция совершается в сердце этого отдельно взятого человека. Любой другой революции, имущественной, социальной, юридической, какой хотите, грош, цена. Революция совершается в душе Снайпа, который перешел на сторону Дамблдора. Понимаете, вот это надо понимать. И то, что сын лидера Хамаса перешел на сторону в данном случае совершенно очевидного добра, отказавшись от совершенно очевидного зла, это и есть модель человека будущего, который отказывается от своих имманентностей. Если твоя Родина встала на сторону дьявола и доказала это, и пытаются тебя запихнуть в эти ряды, надо доказать, ты человек, за тебя решать никто не может. С этой внутренней революцией начинаются все следующие перевороты. А просто не пришло время для внутренней революции, для путинского окружения? Или как так получилось? Вот у него уже есть две вполне себе взрослые дочери. Это очень хороший вопрос. О дочерях его я ничего не знаю. Но я твердо знаю. Я это знаю так, как, понимаете, как астроном знает о наличии планеты. Я твердо знаю, что в окружении Владимира Путина эти двойные агенты есть, и он не один. Мне сейчас скажут, а вот Чубайс, а были у меня такие надежды? Я не уверен, не знаю. Но я знаю совершенно точно. Самый знаменитый, самый лучший гибист 70-х годов – это Орехов, который предупреждал диссидентов об арестах и обысках. Одни успевали все спрятать, другие сбежать. Без своего снайпа система не живет. Он, кстати говоря, один из элементов равновесия той же системы. Об этом надо подумать, понимаете? Потому что в этой системе должен быть хоть один порядочный человек, иначе она сгниет на корню. Но то, что в путинской России есть сегодня человек, который тайно действует на противоположной стороне, это для меня абсолютно не сомнительно. Главное, они сами это чувствуют. Они говорят, чистить, чистить элиты, чистить системных либералов. Ребята, он так глубоко сидит. Я далеко, конечно, от кости, что это сам Путин или Песков. Его не видно. Он сидит одесную. Но он есть, безусловно. Без него эта система не стоит. Я не думаю, что он играет на стороне либералов. Просто он не может дышать этим сероводородом. Поэтому он пытается изнутри эту систему взорвать. И мы узнаем его имя. Но не нужно думать, что сегодня... Кстати, знаете, вот иногда какая крамольная ужасная мысль. Меня посещает ужасная. Я иногда думаю, что мои перекрасившиеся бывшие друзья, которые пишут сегодня обо мне всякие мерзости, которые в своем падении достигли полного днища, которые уничтожили на этом свой художественный талант, я думаю, что, может быть, кто-то из них на самом деле закашивает. Закашивает, а он такой Штирлиц. Встречаю я Сережку Фомина, он герой Советского Союза. Но это, конечно, не так. Мне зря хочется хорошо думать о людях. Это, конечно, не они. Потому что ими движет простое литературное тщеславие. Выдавим Быкова из литературы и сами будем Быковым. Не получится. Это не литератор. Это вообще человек невидный. Это не Владимир Соловьев, боже упаси. Нет. Вы его не знаете. Но вы его узнаете. Как любят говорить, кто был, не забудет. Кто не был, тот будет. Слава богу, это не 100% верно. Но кто не знал, тот узнает. Привет. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Все то, что мы делаем на этом канале, мы упускаем благодаря вашей поддержке. Становитесь спонсором канала «Популярная политика». Либо подписывайтесь на нас на Патреоне. Ссылка в описании под этим роликом. Спасибо большое. Нет войне. Свобода Алексею Навальному.